а всем большой большой привет с вами снова с и в рамках рубрики случайная визуальная новелла мы возвращаемся к случайным визуальным новеллам и сегодня у нас и холодные потные ладошки попала игрушка которая называется восприятие мертвым призрачный фургон с мороженым глава 1 я кидываю беглым взглядом пустую улицу и пользуюсь моментом уединения чтобы поправить свою одежду против хлесткого ветра это мало помогло я сжимаю сжимаю свои пальцы с плохо скрываемым гневом мне недостаточно платят за это дерьмо с другой стороны больше и не будут это уже вторая ночь с тех пор как я взялся за это дело эта пара наняла меня чтобы вернуть своего сына и мне нравилось что официальное расследование совсем не помогает и это как быстро сми начали обвинять преступления призраков призрачный фургон с мороженым сколько напыщенности неприятное дело первоначально расследование полиция продвигалась нормально первый ребенок пропал так словно провалился под землю посреди улицы как говорят свидетели никто ничего не видел ни один из свидетелей ничего не слышал никаких незнакомых машин или людей никаких незнакомых звуков в один момент он стал перед своим домом а вслед еще он уже исчез странно но есть множество других объяснений для этого инцидента довольно обычных такие объяснения стали маловероятными когда все дети по соседству рассказывали то и приблизительно во время исчезновения слышали музыку фургончика с мороженым конечно не имея ни единого взрослого способного подтвердить это показания детей были быстро отвергнуты тем не менее жутко правда и так таинственно особенно когда это повторилось а потом в третий раз это уже третье родители которые наняли меня я никогда не понимал как мои клиенты находят меня не то чтобы я говорил свой номер кому попало и занимался саморекламой но они почему-то передаются из уст в уста что приводит к очередному звонку моего телефона и звучит знакомая фраза дающая понять что это по работе я я фонтан я стремлюсь согласию с тем чего быть не должно знаю это немного странно это цитата из книги которую я прочитал в колледже друг придумал эту шутку а-ля призыв о помощи наверное он использовал ее десятки раз когда мы были моложе обычно когда он садился за руль пьяным я так привык к этому что я когда впервые ответив на звонок услышал незнакомый голос произнесшую эту фразу просто поехал к нему следующий раз было также и тогда это стало чем-то обыденным где вы мы живем в растершили штат мэн знают далеко от его места где я слышал о вас но вы сможете нам помочь а вы готовы заплатить мы заплатим столько сколько вам угодно если вы сможете вернуть нашего сына принято и потом я позвонил на работу притворившись больным сказал что у меня грипп и мне нужно несколько больничных дней я наврал насчет отсутствия прививки от гриппа но им было плевать тот же вечер я уже был самолете восприятие мертвых уже в полночь я был у дома клиента я не стучал в конце концов важно эффектно появиться окно слева было закрыто но право открылась без труда сначала нашел комнату мальчика лего игрушки бена тена и атрибутика звездных воинов были по всей комнате но ничего полезного я не обнаружил я сидел у подожья их постели почти 10 минут прежде чем один из них пошевелился о мой бог что за нормальная реакция я медленно обернулся я возвращаю то что было потеряно от вас мне нужно всего две вещи фотографии что-то из одежды это плотная с его запахом женщина медленно встала прислонившись стене затем побежала в детскую она вернулась грязной футболка из копии объявления о розыске отец застался парализованным его взгляд прикован ко мне вероятно он всматривается в тень под моим капюшоном надеюсь увидеть там что-то что-то человеческое скорее всего он сомневается в своем решении нанять меня вы действительно сможете найти его я долго нюхаю футболку после чего отбрасываю я смотрю на фотографию на этот раз я трачу на это больше времени я не был какой-то там ищейкой я не мог отследить человека по запаху но фотография очень мне помогла теперь я знал как он выглядит да женщина тяжело дышит и начинает плакать муж продолжает ошеломленно вглядываться прямо в капюшон моего плаща в этот момент я собрался уходить позади я слышу голос отца семейства что мы только что отправились за нашим сын первая ночь была небогатой на события я снова поднял результаты полицейского расследования обнаружил то что хотела и что именно ох кто-нибудь похожие на зацепку этим людям платят за это дерьмо я безусловно не подкупал тех свой верных которые уже рассказывали истории о призрачном фургоне с мороженым если призрак вернется маловероятно что они будут стрелять фургончик мороженщика говорит с детьми было бесполезно и болезненно тяжело частью мой наряд больше напоминал слендермена чем педофила потому времена когда меня отгоняли от детей с которыми я пытался поговорить и были в прошлом я содрогаюсь от этих воспоминаний дети натолкнули меня на первый ключ к разгадке они описали мелодию которую мог издавать только фургон с мороженым не то чтобы они были распространены в наши дни я вообще был немного удивлен что эти дети знали об этих фургончиков некоторые даже смогли напеть мне эту мелодию я не был уверен как работать с этой информацией важность единственной песни не укладывалась у меня в голове остаток дня был потрачен на то чтобы поесть и успеть сдремнуть насколько это незаметно можно было сделать я не мог никому позволить видеть во сне кого-то кроме жуткого сверхъестественного и паранормального детектива ведь обычно именно так я себя и веду вы будете удивлены как быстро можно создать себе репутацию при помощи определенного внешнего вида и поведения вздремнув я вернулся к осмотру улиц и моему затруднительному положению было чертовски холодно неподалеку я видел четверых детей приблизительно лет 14 или около того одетых в лохмоть и играющих в футбол кажется они отлично проводили время но даже на таком расстоянии от меня их возгласы действовали мне на нервы на мгновение пожалел чтобы они замолчали словно услышав мои мысли они резко остановились как по сигналу они встают шеренгу начинают тяжело и нервно дышать девочка прижимает футбольный мяч груди а ее глаза распахиваются все шире я проверяю реальность реальность ли это хотелось бы чтобы у меня было несколько тысяч биткоинов мне приходит голову что следовало бы спросить что-то более легкое для проверки но в то же время я понимаю что среди этих детей воцарилась тишина я прикусываю язык закрывая глаза и впиваясь ногтем большого пальца в свою ладонь пиваясь им так сильно как только могу до крови когда мое зрение прорезает свет падающий на веки и тогда я слышу это песни играющие из пары дерьмовых динамиков такую музыку вы бы услышали от старого фургончика с мороженым я резко открываю глаза и проверяю горизонт фургон проезжает нескольких дюймов от моего плеча и направляется прямо к детям у тебя ни черта не выйдет я сорвался набег несмотря на незначительную скорость грузовика едва успевал за ним приближаясь детям фургон замедляется до полной остановки я наконец-то сокращаю разрыв бегите домой дети уже темнеет этот город небезопасен после наступления темноты темнеет о чем он говорит солнце взошло несколько часов назад только эти слова пришли мне на ум как вокруг все почернило на несколько мгновений мне показалось что я потерял сознание затем мои глаза начали приспосабливаться я замечаю слабый проблеск света о нет о нет это нехорошо дети лучше заходите ко мне я подвезу вас до дома я беспомощно млюдаю за происходящим двигаясь темноте подобные мелассе тени мелькают на свету пока он заводит их грузовик пара фургона вспыхивают ярким светом и я слышу как взрывел мотор когда машина трогает с места с большой скоростью я бы упустил его даже если бы мог двигаться нет нет я издал приглушенный крик стоп стоп затем я замолчал второй крик не был достаточно громким в то время как нет отдалась эхом по пустой улице крик стоп звучал так словно я кричал посреди комнаты битком набитой людьми я медленно потянулся рукой за спину к своему специальному снаряжению это такая вещица которую вы не будете использовать если хотите чтобы люди принимали вас за какой-то древний ужас постепенно достаю его чувствую дыхание на своей шее я зажигаю фальшфеер чувствую как пламя обжигает мои крепко зажмуренные глаза и слышу как афонию криков я открываю глаза тысячи скрученных обнаженных кучек искаженные получеловеческой плоти корчится в агонии когда я поднимаю фальшфеер на своей головой вспышка горит ярче тьма расходится я оборачиваюсь но оказываюсь совершенно один посреди улицы в разгар дня я бросаю фальшфеер и безуспешно пытаюсь растоптать его своим сапогом моя маленькая демонстрация привлекает аудиторию неподалеку замечаю своих клиентов вот черт а на этом мы заканчиваем первую серию прочитание вызывали новеллы с вами был айс и всем пока пока